Девушки отдыхают Но именно в этот номер, спустя несколько часов после ее приезда, будут ломиться агенты ФБР Пока в дверь настойчиво стучат, женщина торопливо сжигает какие-то бумаги Нет, все документы явно не уничтожить В дверь уже не стучат, а барабанят И госпожа по-детски решается Она обреченно подходит к окну и встает на подоконник Когда сотрудники спецслужб, а в том, что это они, у женщины нет никаких сомнений Выбивают, наконец, дверь Она делает шаг вперед На самом деле, эта дама никакая не Глент И уж точно не американская гражданка Ее настоящее имя — Мария Доброва Капитан главного разведывательного управления СССР Догадавшись, что ее рассекретили, она пытается бежать из Нью-Йорка Где жила под прикрытием долгие годы Однако скрыться ей не удается В последнюю минуту у Добровой не было сомнений Кто-то ее сдал Как сдали несколько дней назад ее куратора, советского полковника Его спешно выдворили из страны Добровой не суждено было узнать, что предали не только ее Американцам известно еще о полутора тысячах сотрудников КГБ и ГРУ Где-то в разведке завелся крот Осведомленного предателя в ГРУ ищут с начала 60-х Именно тогда в Соединенных Штатах внезапно арестованы четверо агентов Все они завербованные американские граждане Информация о таких сотрудниках совершенно секретна И просочиться из-за чьей-то безалаберности или невнимательности не могла Утечку данных признают колоссальной Создается ощущение, что работает не только предатели За два десятилетия поисков контрразведка узнает о внедренном в ГРУ агенте ТопХэт Потом о некоем Бурбоне, об агентах Спектр и Дипломат И только в 86-м спецслужбы поймут Под этими псевдонимами проходит один и тот же человек Это все сбивало с толку нашу контрразведку Когда были получены данные, в том числе и от нашей закордонной агентуры О том, что работает, по сути, получается, что работает несколько человек Ну, конечно, разница есть Работает один человек под разными псевдонимами Или же разыскивает сразу нескольких, 5-6 человек Бывший сотрудник ГРУ Виталий Шлыков Его история рассказана в другом нашем фильме Уверен Последствия того провала начала 60-х, советская А впоследствии российская разведка расхлебывает и поныне Я его считаю как период тогда первого Первого и уже непредаленного развала нелегальной разведки Нелегальная разведка ГРУ до 62-го года, конечно, была мощная И главная структура ГРУ Спустя год пост начальника ГРУ занимает Петр Ивашутин В этом кресле он пробудет больше 20 лет И все это время будет курировать работу по поиску предателя Главное разведывательное управление, которым руководил Петр Иванович Ивашутин Представляло те времена мощную организацию разведывательную Которая снабжала информацией не только армию советскую Но и генеральный штаб, а также политбюро Нужно отметить, что вот эти отщепенцы, эти кроты или оборотни Это же были единицы по сравнению с теми действительно героями В некоторых сейчас публицистических статьях, эссе Как-то оскорбительно мне вот читать о том, что ГРУ, значит, ГРУ кишело этих шпионов Нет, это были единицы Основная масса – это настоящие бойцы невидимого фронта Но на другой стороне этого невидимого фронта тоже не дремали ЦРУ и ФБР подготовили целую схему Как перевербовать иностранного, в том числе и советского шпиона Формула умещалась в коротеньком английском mice В переводе – мыши Mice – M – money – деньги I – ideology – идеология C – compromising – компромат I – ego – самомнение В реальности это означало два пути Либо шантаж, подкуп и всевозможные игры на человеческих слабостях Либо повышенное внимание к недовольным жизнью иностранцам Те, бывало, становились инициативниками То есть сами шли на контакт, желая либо заработать, или вовсе перебраться к нанимателям жить Вычислить таких добровольцев обычно очень тяжело Коллектив второго отделения перелопатил, можно сказать, несколько сот, а может даже тысячу дел на подозреваемых утечки информации американцам И вот методом исключения нужно было вытащить именно ту занозу, которая колола Анализ личных дел требует кропотливой и оттого весьма длительной работы Почти сразу после ее начала ГРУ ждет новый удар Рассекречены еще два ценных агента Данлап – сотрудник Агентства национальной безопасности США И Боссард – работник британского министерства авиации В ГРУ уверены – Данлапа и Боссарда сдал некто, имеющий кодовое имя ТопХэт Частично это подтверждается в 65-м, когда в гараже агента Данлапа, покончившего с собой Обнаружены некоторые документы, указывающие на ТопХэт Но понять, кто этот таинственный персонаж, с их помощью невозможно Тогда в 65-м еще теплится надежда, что ТопХэтом может быть Олег Пеньковский Самый известный предатель в рядах советских спецслужб Работая аж на две разведки – американскую и английскую – он сдал им советские ядерные секреты Количество межконтинентальных ракет, их местоположение и особенности системного ведения Операцией по его поимке руководил все тот же Ивашутин Еще до назначения главой ГРУ Генералу хорошо известно – предает тот, у кого есть мотив Так было и в случае с Пеньковским Прежде всего, это невостребованность Пеньковский, который в 25 лет получил свой первый орден за финскую кампанию Война с белофинами Человек, который после этого закончил две академии и высшие курсы, ракетные курсы Который ждал назначения, ждал присвоения звания генерала Был обойден во всем Более того, приближался срок окончания его воинской службы – 25 лет И вскоре его ждало просто полное забвение Но Пеньковский уже обезврежен А секретные сведения из ГРУ продолжают утекать Значит, нужно продолжать поиски В этот момент внимание аналитиков разведки привлекает небольшое частное объявление в газете «Нью-Йорк Таймс» Из объявления в «Нью-Йорк Таймс» 1962 год Этот текст, появлявшийся в «Нью-Йорк Таймс» 10 дней подряд, походил на зашифрованное послание С подобными фокусами в ГРУ сталкивались не раз Ясно, что «Пожалуйста, пиши, как я обещал» – это напоминание об особых условиях связи Ну, или другой кусок У дяди Чарльза и сестры Клары все хорошо Они хотели бы, чтобы ты им написал Вероятно, с агентом готовы работать через заранее обговоренный тайник Ну и совсем уж неприкрытое желание узнать о передвижениях агента Собираешься путешествовать? Когда? Куда? Негусто Но иных зацепок пока не наблюдается В ГРУ рады и таким Спустя некоторое время загадочному Муди Дональду Ф. вновь пишут Из объявления в «Нью-Йорк Таймс» 1962 год «Муди Дональд Ф. чрезвычайно рад был узнать о том, как тебе повезло Все хорошо, Джон Ф.» Повезло? То есть какая-то операция Муди Дональда, похоже, завершилась успехом Хочется каких-то подробностей Но объявления исчезают на долгое время И Вашутин требует от подчиненных выяснить, кто этот таинственный адресат И не знает, что искать его надо под боком, почти в самом центре Москвы Лето 1962-го По парку культуры и отдыха имени Горького Спокойно и вроде ни от кого не прячась Идет мужчина средних лет Через несколько минут Он оставит своим американским нанимателям Очередную порцию сверхсекретной информации Замаскирована она будет под обычный камень Он пришел туда С тремя экспонированными кассетами Пластилином оклеил Обвалял этот катыш в песок И в крошево кирпичное И после этого оставил этот тайник незаметно там Но для того, чтобы показать американцам, что тайник заложен Он должен оставить был след Уже заранее обусловленный А след он этот должен был поставить на воротах входных В парку культуры авторучкой Каким образом? Он открыл колпачок авторучки И брызнул на столб У ворот Но ответного сигнала О том, что кассеты из тайника изъяты Все нет И шпион нервничает На дворе 1962 год Дело Пеньковского гремит на весь мир И у крота есть опасения, что следующим станет именно он Он должен был прочитать Если сорвется вот этот сигнал Значит, второй дублирующий был в газете Нью-Йорк Таймс Тайник в парке Горького не был единственным Шпион устраивал их вдоль всего пути на службу В районе Большой Ордынки Большой Полянки У станции метро Добрынинская И на троллейбусной остановке Площадь Восстания С 1962 по 1965 Крот из ГРУ провел шесть тайниковых операций И советской контрразведке так и не удалось за это время Выйти на его след Много лет спустя Уже в 1990-х годах Директор ЦРУ Джеймс Волин признается Что из всех секретных агентов США Завербованных в годы Холодной войны Этот шпион был бриллиантом в короне Как предателю из ГРУ удавалось скрываться четверть века Как удавалось работать под носом уискавших его коллег На чем прокололся шпион И каково его имя Неизвестные документы из секретных архивов ГРУ Через несколько минут В начале 60-х советская разведка за рубежом терпит провал за провалом Американские спецслужбы раскрывают сразу несколько агентов Ранее не вызывавших подозрений Становится ясно В ГРУ завелся предатель Поставляющий сверхсекретные данные на Запад Крот Как советским разведчикам удалось его вычислить? И почему шпион стал работать на Америку? Ответы прямо сейчас В 1961 году опытному агенту ГРУ под прикрытием в Нью-Йорке из Москвы присылают новичка на обучение Леонид Гульев очень боится своего наставника Лысоватый, крепко сложенный и замкнутый человек с угрюмым взглядом вызывает у Гульева оторопь Первое задание у Гульева довольно простое Нужно переслать агенту письмо с условным знаком Почтовой маркой с определенным изображением Но новичок так волнуется, что отправляет письмо, забыв наклеить ту самую марку Благо оно было учебным Наставник устраивает такой разнос, что молодой сотрудник помнит его всю жизнь Тот кричит, без внимания к деталям и мелочам Гульеву нечего делать в разведке Центру быстро становится понятно, что ученик и учитель не сработаются Гульева срочно переводят на другую работу Спустя многие годы, усвоенный Гульевым урок про внимательность к деталям Поможет вычислить умело скрывавшегося в ГРУ крота Этот человек был занозой Глубоко посаженной в теле главного разведывательного управления Значит, он проработал на американцев 25 лет Они его считали агентом века Мы предателем столетия В середине 80-х Гульев уже опытный разведчик И работает в центральном аппарате ГРУ На американском направлении Он, как и другие сотрудники, скрупулезно изучает данные Которые, как они надеются, помогут раскрыть предателя Среди поступающей информации есть, разумеется, и материалы местной прессы Их анализируют особенно тщательно Журнал Reader's Digest печатает в то время главу из книги Джона Баррона КГБ Отрывок посвящен аресту агентами ФБР сотрудника советской разведки Туоми Фина по национальности И вроде бы в этом нет ничего особенного Вот только в этой небольшой главе Более 30 раз упоминается имя одного высокопоставленного ГРУшника В нем Гульев узнает своего нью-йоркского наставника Именно этот офицер и был куратором Туоми Готовил его командировку в США Давал последнее наставление Следил, чтобы тот не увез с собой в Америку что-то, что может выдать в нем советского гражданина При этом агенту его старший товарищ должен быть известен разве что по кличке псевдониму А тут называется реальное имя Да и автор книги, как замечает Гульев Указывает такие подробности из жизни этого наставника Которыми он точно не стал бы делиться даже с самым близким учеником Более того, в распоряжении издателя оказалась фотография агента Туоми Прямо из личного дела советского офицера Откуда все это у обычного американского писателя? Становится очевидным Автор книги Джон Барон Вероятнее всего просто полистал документы Туоми Но как такое возможно? И наконец, последний пункт в этой череде удивлений Гульева Когда книга Барона выходит в свет В ней нет ни одного упоминания фамилии того самого наставника Кто-то книжечку подредактировал К пресловутому куратору решает присмотреться повнимательнее Его имя Гульев помнит еще с нью-йоркской командировки Дмитрий Федорович Поляков Он фронтовик В 1939 году, закончив школу Идет учиться в Киевское артиллерийское училище Которое заканчивает перед войной Во время войны командовал артиллерийским взводом Артиллерийской батареей Потом был начальником разведки полка Воевал на фронтах Двух фронтах Калининском и Западном Получил награды Воевал так, как воевали и другие Значит, самоотверженно Верил в правое дело борьбы Получил орден Красной Звезды и Отечественной войны Это высокие довольно-таки награды Когда Гульев первый раз озвучивает версию Что его жесткий учитель в Нью-Йорке И разыскиваемый уже два десятилетия крот Одно и то же лицо В ГРУ поначалу отказываются рассматривать ее всерьез Его открыто упрекают Хочешь, мол, отомстить человеку за старую обиду? Но, тем не менее, для проверки начинает поднимать старые дела подозреваемого Его контакты и задания Вспоминают, что в первый раз он отправился в заграничную командировку в 51-м Проработал он там довольно спокойно Изучал обстановку И вскоре покинул В 56-м году В аттестации в отношении его Были очень положительные отзывы Что работал, ну, как середняк, можно сказать Никаких нареканий в адрес его работы и поведения там не было Коллеги Полякова по работе в Нью-Йорке вспоминают Он очень полюбил этот город Небоскребы, модно одетые прохожие Сияющие миллионами огней витрины и вывески После того, что он видел в послевоенной Москве Все это казалось ему сказкой Особенно потрясли советского разведчика магазины инструментов и рыболовных снастей Плотник и заядлый рыболов Он часами мог разглядывать диковинные приспособления О существовании которых доселе и не подозревал Он обратил внимание, что Представители в военно-штабном комитете других стран Получают больше денег Он в открытую это заявлял и говорил об этом Это тоже могло подтолкнуть его к тому, чтобы где-то заработать деньги Сам Поляков потом объяснит предательство совсем по-другому Ему, во-первых, не хватало острых ощущений А во-вторых, не по душе были изменения в политике государства Из протоколов допроса Дмитрия Полякова В основе моего предательства лежало, как мое стремление где-нибудь открыто высказывать свои взгляды и сомнения Так и качество моего характера Постоянное стремление к работе за гранью риска И чем больше становилась опасность, тем интереснее становилась моя жизнь Я привык ходить по острию ножа и не мыслил себя другой жизнью Как это отмечали не только его коллеги, но и он сам Это несогласие с действиями правительства, которым руководил Никита Хрущев Попрание сталинских идеалов Он видел вот эти волюнтаристские подвижки его Что страна в период 41-го по 53-й год Семимильными шагами быстро восстанавливалась И вдруг первый, я считаю, застой был при Хрущеве Это и проблемы с хлебом уже начались Но было еще одно событие, объясняющее предательство Полякова куда лучше, чем абстрактная жажда денег и нелюбовь к советскому правительству Дело в том, что во второй свой приезд в Соединенные Штаты в 61-м году Его сын двухлетний заболел гриппом, получил осложнение на сердце Поляков бросился к руководству резидентуры Попросил оплатить операцию, которую могли сделать только в Нью-Йоркской клинике Его было отказано Ребенок умер Ну и вслед за этим буквально в течение недели Он и предложил свои услуги ФБР За такую черствость Москве придется расплачиваться почти четверть века Ну ясно, что что-то его очень сильно задело Потому что стать Ну это не просто предатель, он стал врагом Он не предатель, он убежденный Стал враг И воевал вот своей страной Это не то, что там у тебя слабость охватила Вот тебя обидели, ты пошел Или так прижали, предложили деньги И ты решил, да, это совсем разные вещи Поляков обращается к американскому генералу Онели С просьбой связать его с представителями разведки Говорит, что у него есть ценная информация Военно-стратегического значения Ну, сама уникальность случая с Дмитрием Федоровичем Поляковым Стоит в том, не только в том, что он проработал более 20 лет Таскал каштаны для американских спецслужб Ну еще и в том, что это был предатель Так называемый инициативник То есть тот, который инициативно вышел С предложением своих услуг Американским спецслужбам И он не стал ведь жертвой шантажа Или собственной слабохарактерности Не проявил какую-то слабину Полякова приглашает в отель Троцкий Там он трижды беседует с представителями ЦРУ Но поначалу обстановка весьма натянутая Американцы советскому агенту не доверяют У них есть данные, что Москва намеренно подсылает к ним дезинформатора Какие гарантии, Поляков? Гарантии, говорит, такие Если вы принесете список шифровальщиков А также список военной резидентуры То мы вам поверим Что на очередной встрече и было сделано Поляков принес весь список шифровальщиков В военно-штабном комитете наших представителей И перечень всех офицеров военной разведки Одной из первых жертв предателя Стала легализовавшаяся в США И долго работавшая на ГРУ Мария Доброва Как Поляков сдал советскую мату Хари? Какую роль сыграли переданные им данные Во время иракской буре в пустыне? Почему за Полякова просил лично президент Рейган? Развязка истории одного из главных советских предателей Через несколько минут В начале 60-х советская разведка за рубежом Терпит провал за провалом В Москве понимают Среди разведчиков завелся предатель Под подозрение после долгих лет расследования Попадает Дмитрий Поляков Агент, несколько раз бывавший в Штатах И имевший личные мотивы ненавидеть советское правительство Как ему удавалось скрываться почти 25 лет? И как удалось изменить геополитический расклад Во времена Холодной войны? Ответы прямо сейчас До того, как стать агентом ГРУ в Америке Мария Доброва воевала в Испании А годы войны провела в осажденном немцами Ленинграде Во время Великой Отечественной она потеряла мужа и сына В США женщина работает под прикрытием Разумеется, не под своим именем И становится владелицей салона красоты Постоянными клиентками которого Были жены высокопоставленных офицеров армии и флота Где, как ни в парикмахерской, женщины будут болтать о своих мужьях и любовниках Нужно только внимательно слушать Кто и куда отправляется в командировку Какие слухи ходят о грядущих назначениях и отставках Что происходит за дверями кабинетов американских военачальников Доброва слушатель внимательный К тому же легко располагает к себе клиенток Информация от нее высоко оценивается Москвой Если бы не предательство, то она была бы нашей второй Мата Хари Она входила в любые салоны, знакомилась с очень интересными лицами И к ней вхожи были в этот салон И мужественно поступила, когда в гостиницу к ней начали рваться в ФБР Когда Доброва понимает, что ее вычислили Она пытается бежать в Канаду По пути останавливается в чикагской гостинице Но информации от Полякова, чтобы перехватить ее У американских спецслужб достаточно Когда женщина осознает, что настойчивый стук в дверь ее гостиничного номера Это вовсе не горничная Она лихорадочно уничтожает какие-то документы И решает, что иного выхода, кроме самоубийства, у нее нет Обозленные ЦРУшники попытаются потом пустить слух, что Доброва согласилась на них работать Но в Москве этому не поверят И продолжат искать крота Чтобы понять масштаб разрушительной для советской разведки деятельности Полякова Достаточно сказать, что в 70-е американские спецслужбы В буквальном смысле знают всех потенциальных агентов ГРУ в лицо Дело в том, что в один из периодов своей работы в СССР Дмитрий Поляков становится деканом факультета в Академии имени Фрунзе Он решил перефотографировать весь состав своего факультета офицеров И таким образом несколько сот человек Будущих военных разведчиков попало в поле зрения ЦРУ То есть он передал все списки офицеров военной разведки Которые учились в этой академии на его факультете Карьеры нескольких сотен сотрудников разрушены одним человеком Последствия предательства ощутимы и для руководства страны После возвращения из командировки в Бирму Поляков становится начальником китайского отдела ГРУ И практически сразу же сдает американцам информацию стратегического характера Военно-техническое сотрудничество СССР с Китаем вот-вот прекратится Вслед за получением этой информации И докладом ее президенту Никсону Никсон немедленно вылетел вместе со своим помощником по национальной безопасности Киссинджером вылетел в Китай И в общем-то с этого момента это точка отсчета Когда началось плотное сотрудничество американцев с Китаем Ну это так вот только один пример Который может проиллюстрировать весомость информации Которую располагал Поляков Поляков в это время не просто на хорошем счету у начальства Его считают блестящим сотрудником Способным хранить главные государственные секреты Ожидался визит в Индию генерального секретаря Брежнева И вот когда искали претендентов на должность военного атташе То было там несколько полковников и один генерал Ну руководство решило, что с учетом приезда Брежнева туда Нужно, чтобы военный атташе был в чине генерала И посылает туда Полякова Дослужившись до генерала, Поляков получает еще больший доступ к документам повышенной секретности К примеру, передает данные из журнала «Военная мысль» Это особый тираж для узкого круга высокопоставленных лиц Оттуда американцы узнают о советских противотанковых системах, поставляемых в Ирак Именно поэтому во время операции «Буря в пустыне» в 91-м Все эти системы будут довольно легко обезврежены И таких примеров десятки Среди рассекреченных Поляковым агентов Работавший под прикрытием в Швейцарии Виталий Шлыков Напрашивается, конечно, Поляков ближе всего Потому что он имел доступ к каким-то отчетам и так далее Мог что-то знать о оперативной технике Это работа тонкая, и там ошибок, особенно технического свойства Совершается много Почему такие организации не любят говорить о провалах? Касательно объема информации, переданного Поляковым ФБР и по следующему Центральному разведуправлению Соединенных Штатов Это 1500 фамилий наших сотрудников Главного разведуправления и КГБ Находившихся за границей Крот передает американцам подробные сведения об агентуре Как в США, так и в Европе Разумеется, не бескорыстно Однако многоопытный разведчик Поляков понимает Если у него вдруг появятся лишние деньги И новые траты Это может привлечь внимание Так что работает практически по системе Гоголевского городничего Тот принимал благодарности борзыми щенками Брал ружья Брал рыболовецкие принадлежности И как любитель поделок инструмент Это и электролобзик Black & Decker И шлифовальные машинки разные В общем, он любитель этого дела был Поэтому вот таким бартером Но этот бартер стоил тысячи Своё хобби – рыбную ловлю Поляков использует и в практических целях С американцами встречается где-нибудь на берегу озера В камышах уж точно можно не бояться прослушки Поляков – это само спокойствие, выдержка Ну, недаром я бы его назвал просто шпиониссимо В ГРУ тем временем методично ищут предателя Сначала в подозреваемых числятся 200 человек Потом 72 25 И к концу 70-х Остаётся финальная пятёрка Было направлено в Дели Вот в 79-м году Когда он там был Наша группа На квартире у него были обнаружены Интересные таблетки какие-то Было установлено, что они предназначены Для проявления и написания тайнописных текстов Теперь всё стало ясно Логичный, казалось бы, вопрос Почему предателя ищут так долго? Профессионалы отвечают на него, не задумываясь Многократная перепроверка данных Нужна, чтобы исключить малейшую ошибку Дело в том, что Многие сейчас Дилетанты, которые Пишут на эту тему Не знают одной тонкости Что он попал в числе других В список подозреваемых Лет 10 тому назад Но Вот это сито Просев Это очень ответственная работа И вообще нету Такого вундеркинда Который Сам бы разоблачил агента Это коллективный труд Это Работают многие подразделения Анализируются Все материалы Генерал взят на контроль Но доказательства кропотливо Собирают ещё 7 лет Поляков прекрасно знаком С методами работы Не только разведки Но и контрразведки А потому действует так Что не подкопаешься Пачки сигарет Или булыжники В которые он закладывал Тайные данные Предатель изготавливал Только собственноручно Знания методов и работы Контрразведки Нашей Именно нашей Контрразведки Позволяли ему Проявлять особую осторожность Во время Своей враждебной деятельности Дело доходило до того Что даже маршруты Движения И встреч Со своими связниками Он намечал сам Тайниковые операции То же самое Разработал По собственному графику Ну в отличие Так сказать От других предателей Которым это спускалось Из американского центра 7 июля 86-го Поляков только Отпраздновал Своё 65-летие Его приглашают На торжественную встречу С ветеранами разведки По дороге Его задерживают В первое мгновение Предлог Незаконное ношение Огнестрельного оружия Кажется Полякову смехотворным Он не сопротивляется Генерал уверен Что вопрос решится За несколько минут Но когда его Привозят в Лефортово Предатель понимает Что это конец Да это чудовищно Чудовищно Да Да Но это враг Что вы хотите Он Он в общем-то враг Решительный Изворотливый Враг Определенное Уважение Профессиональное Должен Вызывать Чем предатель Который за деньги Там Под шантажем И прочее Перебежал По корыстным Мотивам Тут Есть нюансы На допросах Он не теряет Хладнокровие Другой бы сломался Как тот же Пеньковский Который моментально Столкается И даже предлагал Стать двойным агентом Поляков же Спокойно беседует Со следователями Ну Например Когда его Спросили на допросе Ну как же так Дмитрий Федорович Вы сначала Воспитывали Разведчиков Нелегалов А потом Как-то так Ничто же Сумняшися Отправили их На Электрический Стол Имели ввиду Тех Девятерых Советских Разведчиков Нелегалов Которых Предал Поляков Он Так Спокойно Ну так Ответил Ну так В этом И заключалась Моя работа Простите Можно еще Чашечку кофе Хотя На одном из Допросов Он признает Угрызение Совести Иногда Мучили Да так Что генерал Даже задумывался О том Чтобы сдаться Но Останавливали Мысли о семье Поляков Боялся Даже представить Что будет С родственниками Если его арестуют Наблюдать И оценивать себя Сравнивать себя Со своими коллегами Со своими товарищами Понимать Отдавать себе отчет Что ты предаешь Тех Вечером Уходя на встречу Со связником Или делая Тайниковую закладку А днем Работая С людьми Которых ты предаешь Ну Не может Не вызывать Вот эта ситуация Не может не вызывать Угрызений совести Как Поляков Вел себя На суде Как пытался Понравиться Горбачеву И что Ответил Генсек Когда За корота Изгру Просил Лично Американский Президент Рейган Финал Истории Одного Из главных Советских Предателей Через Несколько Минут В начале Шестидесятых Советская Разведка За рубежом Терпит Провал За провалом В Москве Понимают Среди своих Завелся Предатель После Расследования Длившегося Долгие годы Крот Арестован Это Генерал Дмитрий Поляков Которому 25 лет Удавалось Водить за нос Советскую Контрразведку Как он Ведет себя На судебном Процессе Почему Смертный Переговор Выносит Неожиданно Быстро И кто Старался Спасти Шпиона От Смертной Казни Прямо Сейчас Финал Драмы О Неслыханном Предательстве В руководстве Советской Разведки На судебном Процессе Поляков Объявляет Что воевал Не с советским Народом А с властью Называет себя Социал-демократом Надеясь Завоевать Симпатии Тогдашнего Руководителя Государства Либерала Горбачева Но все эти Уловки Не помогают Генерал Приговорен К расстрелу Многие До сих пор Уверены Кто-то Очень хотел Закончить Все побыстрее Это ошибка Это ошибка Неправильно Таких людей Нельзя Расстреливать Это кто-то Или Концы Хотел спрятать В воду Я не понимаю Это совершенно Неправильно Кто-то Может Поторопился Чтобы он Нес побольше Тайны И они не вышли Все эти структуры Они обычно Любят Концы В воду Прятать Доропиться С расстрелами Любой профессионал Скажет Нельзя Таких людей Расстрелили По крайней мере После того Как Не будет Полной уверенности Что они сказали Все В мае 88 В Москву Приезжает Рональд Рейган Заслуги Полякова Перед американской Разведкой Столь велики Что президент Лично просит У Горбачева Отменить Смертный приговор Но генеральный Секретарь Холодин Мне придется Вас огорчить Господин президент Человек Которого Вы просите Помиловать Уже мертв Горбачев Не лжет За два месяца До их встречи С Рейганом 15 марта Самый известный Крот В рядах ГРУ Расстрелян Понимаете На следствии Он заявил Что Мне Импонировало Хождение По лезвию Ножа Но Беда в том Что Да Он ходил По этому По этому Лезвию Но Кровь С этого Ножа Падала Не его А кровь Падала Его агентура Его доверенных Лиц И его коллег По службе ГРУ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова